Они не понаслышке знают, что такое поэзия улиц. В минувшую субботу в Набережных Чинах прошел третий ежегодный фестиваль Макси-Арт-Урмане. В этот раз мероприятие получило статус всероссийского. В нем приняло участие более 300 спортсменов из разных уголков страны. Экстремальная погода, холод, ветер, дождь приверженцев экстрима не напугала, как и нашу съемочную группу. В этих неуютных условиях за ходом соревнований наблюдал Александр Елисеев. Несмотря на дождь, сюда, в Экстрим Парк, сегодня пришло много гостей. В программе фестиваля 10 видов соревнований, и каждый из этих соревнований является неотъемлемой частью уличной культуры. Велосипеды, турник, скейборд, гонки радиоуправляемых машинок, а также творческие конкурсы рэп-исполнителей и танцоров. Все это и не только в программе Макси-Арт-Урмане. Одним из популярнейших видов стал паркур. Здесь заявилось больше всего участников. Усилились позиции и в таком направлении, как йо-йо. Вышли мы на Москву, на Российскую ассоциацию йо-йо, и сегодняшнее наше соревнование несут официальный статус открытого Кубка Татарстана. По йо-йо, победитель которой получает путевку уже в Россию, на всероссийский, в Москву, на всероссийские соревнования. Ненастная погода отрицательно сказалась на исполнении трюков велосипедистов и скейтбордистов. Не все получалось, некоторые элементы давались им с трудом, но неудачи не смогли сломить их позитивного настроя. То, что вот дождь, плохая погода, ужасная, и люди не боятся приходить сюда кататься и там падать, то есть не боятся ничего, и это дает какое-то воодушевление на будущее. То, что действительно в городе разовьется экстрим, культура очень сильная. Ну, очень хорошо, что проводят такие мероприятия в городе, потому что, ну, мало молодежи, которая занимается скейтбордом, там, беймиксом. Вот. Хотелось бы, чтобы побольше людей было. А вот исполнителям рэпа, казалось, все нипочем. Главное, это поддержка публики. Руки поднимай! 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 Здесь очень жарко. Хорошие исполнители. Сейчас все будет продолжение, не теряйтесь. Для меня это второй уже год, я участвую в Максиар Турмани. Мне здесь все очень нравится, поэтому... Ну, я желаю остальным участникам всем удачи, чтобы они все выиграли. ТМС Губин, это группа Диалект. Очень нравится фестиваль, тоже второй год здесь выступаем. Сегодня очень хорошие команды, достойные. Уличный став, уличный стиль. Все, в общем, хорошо. Несмотря на то, что в разгаре осень и прогнозы погоды не сулят ничего хорошего, власти города не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют в ближайшее время устроить, как минимум, еще одно массовое спортивное мероприятие на улице. Впереди у нас Камский веломарафон, так что закрытие летнего сезона продолжается, а потом уже в зависимости от того, когда снег выпадет, обязательно откроем лыжный сезон массовыми лыжными стартами. Тем не менее, посетивший мероприятие мэр отметил, в будущем фестиваль все же следует проводить летом. Например, в августе, когда еще не начался учебный год, а более благоприятная погода снизит риск получить травму кем-либо из юных экстремалов. Александр Елисеев, Радик Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.